Разбортировала в колесо, спустила, его занесло, развернуло. Помоги! Кунуться в это очень дорогого стандарта. Как обычно, это не снималось. Блин, я тебе честно, я так обосрался. А ты страдаешь, я смотрю! Меня беспокоит другой вопрос. Упала ли бы корова, если бы нас там не было? Ну что, здесь? Вот. Это видео про эндуро-путешествие в Грузию на Honda HXR. Мы не режиссируем свои видосы, а просто включаем камеру и начинаем снимать все, что вокруг нас. Это видео-роуд-трип. Видео, которое призвано сделать так, чтобы после просмотра этого видоса вы тоже захотели попутешествовать и поднять свою драгоценную пятую точку и отправиться, неважно, на велосипеде, на мотоцикле, на хард-эндуро, на софт-эндуро, неважно куда, главное, подальше от своего дивана, на котором вы сейчас, вероятно, смотрите это видео. Ребята, вы на канале Всеван-Дуро. Мы начинаем. Парни, мы давно хотели это сделать, но, к сожалению, не было физической возможности, потому что мы постоянно в разъездах. И вот этот момент настал. Мы хотим пригласить вас 3 и 4 июня к себе домой на наш домашний трек в Подмосковье, чтобы передать вам опыт, рассказать, вместе с вами покатать, обкатать наши новые участки трассы и, конечно же, поделиться нашим опытом с вами. Хотим сделать небольшой мастер-класс и передать всю ту информацию, которую мы собираем со всего мира, когда приезжаем с того или иного интервью или общаемся с тем или иным авторитетом в эндуро. Поэтому приезжайте, записывайтесь, телефон оставляю внизу. Стоимость участия 4000 рублей в день. Поэтому, дорогие мои друзья, группа всего 20 человек. Мы пригласим много интересных людей, которые для вас станут сюрпризом и, вероятно, которых можем пригласить только мы. Поэтому, если ты только начинаешь кататься или ты среднячок, давай, записывайся в эту группу, ты очень много узнаешь и подтянешь свой скилл в эндуро. Спасибо, парни. Продолжаем смотреть это прекрасное видео. Доброе утро, спортсмены. Вчера мы преодолели экватор. В этом маршруте у нас 4 ездовых дня. И сегодня у нас он уже третий ездовой день. Он только начинается. Смотрите, мы вот так вот все проснулись. Да, к сожалению, Лёхе пришлось сделать укол, потому что у него подклинила спина. Давай только нежно колю, ладно? Нежнее, чем мама. Но для этого я их, черт возьми, и вожу. Значит, этому дому, друзья мои, где мы сейчас спим, 220 лет. 220 лет он не отапливается, вот это помещение, потому что внизу находится скот. И вот все, что они там выделяют из себя, все это поднимается наверх и, типа, тем самым протапливает это помещение. Запах очень специфический, друзья мои, я вам должен сказать. Но если бы я не переночевал бы в этом месте, я бы, наверное, себя бы никогда бы не простил. Потому что место уникально своей энергетикой и вот этим всем. То есть ты прикасаешься до стены, которой очень-очень много лет. Знаете, я немножечко завидую этим людям, которые здесь живут, Потому что, да, здесь нету там айпадов, наверное, макбуков, Вот этой всей цивилизации, к которой мы прям с вами привыкли. Нету суеты, пробок, биткоиндов, криптовалют, Не знаю, там, надутых губ у женщин таких вот. Здесь есть природа, парни. Если вы хотите уединиться, если вы хотите и мечтаете, чтобы вас никто не беспокоил, Чтобы вы кайфовали просто, побыли сами с собой, То обязательно нужно посещать подобные места. Подобные места, они, знаете, перегружают и вас, и ваше окружение. Итак, завтрак. Котлеточки, сосисочки, курочка, морковушка, творожное лазанья. Домашняя сметанка, смотри, домашнее варенье, домашний компот. Здесь, ребяточки, нету пятерочек, магнитов, азбука вкуса, бахетле, Вот этого ничего не существует. Здесь есть только натуральные продукты, Иван Анатольевич. А ты страдаешь, я смотрю, без вот этого вот фэшн-то, да? Фэшниночки-то тебе надо. Зависимый ты по фэшн-то, я все-таки смотрю. Термисушечку флэт с фрафом. Нам сейчас предстоит бросок порядка 105 километров по такому легкому бездорожью. Ну, может быть, где-то и похардим, как вчера, как мы вчера штурмовали горку. Едем мы в Батуми, к морю. А на море что нас ждет? Вот пляж и чистая вода. И дискотека. И лучшие рестораны. Ресторан захотелось? Да. Тебе понравилась местная кухня? Местная кухня, ну, я просто на самом деле в восторге. То есть, ну, вот эта вот вся ситуация, она для меня, как там человек, который довольно-таки много путешествует и в основном живя там в каких-то отелях, вот это вот совершенно другая атмосфера, совершенно другие впечатления. Когда ты находишься внутри семьи, когда ты находишься там, внутри вот этой вот жизни людей, окунуться в это очень дорогого стоит. Мы проезжали в среднем 150-250 километров в день на мотоциклах Honda XR, которые для нас, если честно, до сих пор остаются небольшой загадкой. Дело в том, что мотики XR вроде как мотики двойного назначения. То есть, вы на них можете ездить и по дороге, и в то же время по, ну, таким, софт-эндуро приключениям. Как только мы начали эксплуатировать эти мотоциклы чуть более жестче, мы поняли и столкнулись с одной проблемой. А здесь двойненько сжег сцепление. Вот у меня постигла участь человека, убившего сцепление. На мотоциклах начало гореть сцепление. Да, парни. Убил я его вот здесь вот. Конечно, этот мотоцикл абсолютно не предназначен для подобных локаций. Нужно на нем... Ну, короче, сцепление умерло. Дело в том, что когда мы привыкшие люди, ездящие на хард-эндуро, мы постоянно им травим. На XR, к сожалению, как показала практика, этого делать нельзя. Поэтому сцепление на XR умирало гораздо быстрее. Помоги! Привет! По-русски говорите! Нет? Чуть-чуть вот здесь вот. Вот тут? Брат, спасибо! Спасибо! Конечно, ребята, которые нас принимали там, на грузинской стороне, не ожидали, что мы начнем вот так вот вероловно мучить ихни мотоциклы. Но поймите, нам как-то очень хотелось, не только дороги или еще каких-нибудь там гравийных спусков и подъемов, нам хотелось хоть чуть-чуть хард-эндуро, ты понимаешь, что без этого ты не можешь жить. Ты даже на большом мотике, да ладно мотике, даже на шоссейном велосипеде находишь себе приключения. И вот это тоже оказалось, в общем-то, не исключением. Нам хотелось проехать максимально по недоступным местам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 97-го года он начал делать эндуро-гонки. В 2004-м он впервые открыл в России такое слово, как кантри-кросс. С 2004-го по 2019-й они делали лучшие гонки в России. А потом они замолчали на два года. И наступила абсолютная пустота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легендарное событие в семье любого мотогона, будь то эндуро или мотокросс. Гонка нет. Фестиваль оффроуд мотоспорта, на который съезжается вся страна. От лучших трех менеджеров и организаторов в России. Два незабываемых дня. 10 и 11 июля. Самый большой массовый старт. Более 500 участников на одной стартовой машинке. Не имеет значения, новичок или профессионал. Ты должен здесь быть. В тех местах, где мы путешествовали, невозможно снять пятизвездочные отели или получить европейский сервис. Вы должны это понимать, если вы вдруг будете планировать подобную поездку. Мы нарочно останавливались в семьях грузин, для того, чтобы прям проникнуться ихней атмосферой, посмотреть, как у них все устроено, как устроен их быт, как они живут, что они в конце концов кушают на завтрак, на обед и ужин. Для себя мы поняли, что мы не ошиблись с выбором. И это было очень правильное решение. И это было очень круто. Потому что, когда ты вот здесь находишься, и здесь же находится семья, в которой ты живешь, это прям очень атмосферно, потому что ты фактически находишься внутри грузинского быта. У нас чрезвычайное происшествие. И казалось было, с кем? С Кириллом. На повороте, на спуске, на серпантине. Разбортировало колесо, спустило. Его занесло, развернуло. Вот прям след, вот он след. И тащило в гору. И ударило, смотрите. Разорваны у нас новые штаны. Брейс отработал. Слава богу, вот мы поехали в сево экипировки. В эндурной, в которой ездим. Сломан защита руля. Локоть на локте ты вроде проехал, Савасильич. Ну-ка, давай посмотрим. Ну нет, локоть. Но самое, что могло быть, страшное, мы буквально минуту назад нам на встречу проехал большой грузовик, везущий лес. И если бы эта ситуация произошла бы чуть раньше, на минуту, то могло бы быть очень печальные последствия под грузовик бы. Могло бы затащить мод. Как обычно, это не снималось ничего, потому что едем без камеры, ничего снимать асфальт, едем, катим спокойно по серпантину. И вот тут такое, прям на повороте, резко. Вот у нас спущенное колесо. Ты уже вообще ничего не контролировал, ты видел? То есть я был прям вот над тобой, прям смотрел, как ты лежишь, и уже вот так вот по асфальту боком тебя тащат, ты едешь на колени. И фактически мне казалось, что ты локтем трешь, но получилось, что ты продрал штаны только на колено, а локоть у тебя целый, странно. В общем, зрелище, ну, такое неприятное, я бы сказал. Когда ты падаешь на эндуро, в этом ничего такого страшного нет. За тренировку или поездку куда-либо ты можешь упасть 2, 3, 4, 5, 10 раз, и в принципе это нормально. Но когда ты раскладываешься на асфальте, в туре, да еще и на скорости, серпантине и улетаешь навстречку, это очень неприятная история. Со мной это произошло, и теперь я понимаю, что лучше упласть 150 раз на эндуро-мотоцикле, по крайней мере, за каждую ошибку ты можешь ответить сам. То есть воткнулся, ты понимаешь, что ты сделал неправильно. Когда ты падаешь на асфальте, парни, ты понимаешь, что ты вообще ничего не контролируешь, и единственное, о чем ты можешь только думать, чтобы это все хорошо закончилось. Субтитры сделал DimaTorzok Стой, Лех, он сейчас подцепит нам камней. Мы только что приехали, и здесь не было вот этой дороги, я спускался по этому спуску, упал как обычно. И парни это увидели и сказали, слушай, вон там, видите мост? Вон там. Мы должны были переправиться по этому мосту. Они нас увидели и сказали, блин, парни, мы вам поможем. И сейчас они нам насыпают дорогу, посмотрите. Это просто невероятно. Такое возможно только в Грузии, ребята. Это точно. Вот. Просто представьте, мы подъезжаем к разбитому мосту, который только несколько дней назад смыла река. И понимаем, что проехать довольно сложно. Я подъезжаю, начинаю осматривать как-то всю эту, где проезжать, и вдруг никого, никто ни о чем не просил, ребята сами начинают делать нам вот эту вот плотину. Для нас до сих пор это осталось как одно из самых ярких впечатлений, что касается первого тура о Грузии. Будет, кстати, и второй. Поэтому, когда мы разговариваем о Грузии, мы всегда вспоминаем именно эту ситуацию, потому что с нами, парни, никогда такого не было. А такое возможно только в путешествии. Третий день нашего пути. Если подводить промежуточные итоги, уже вечереет. Приближаемся к Батуми. Должны доехать сегодня до моря. Водопад по пути у нас встретился. Какой-то невероятной высоты. Пока к нему не подойдешь. Однако камера наверняка не передает всю эту эпичность и высоту водопада. В общем-то, день сегодня очень необычный. Давно таких дней не было. Какое-то падение. Потом вот эти вот эмоции. Ну, анализ, почему это произошло. Почему Кирилл упал. Потом у нас была корова, которая упала с моста. Понятно, что когда ты едешь долго на эндурике, то ты просто работаешь физически. И это, скорее, спортивная история. А когда ты едешь на полудорожнике, ты все время ищешь себе какие-нибудь места, где можно остановиться. Вот с этой коровой произошла такая же история. Парни остановились, увидели, что пасутся коровы. Половина коров стоит на таком довольно опасном мосту. И решили пойти на них посмотреть. И когда вдруг мы уже отходили назад, вдруг одна из коров просто упала. Меня беспокоит другой вопрос. Упала ли бы корова, если бы нас там не было. Давай, по-новой. Привет, спортсмены. Привет, ребяточки. Мы находимся сейчас в прекрасном месте, в античном городе. В ванне теплой воды. Говорят, что все, кто вот здесь откупается, оболаживает. Если более двух татар в ванне находится. Поэтому сейчас именно такой случай, ребята. Ребята, на самом деле мы находимся в античном городе, в источнике, который бьет прямо из воды. Вам видите, вот так это выглядит. Из земли, да. И вот это вот все, горячая ванна. Кстати, город Тифлис построен именно по такому же принципу. Поэтому в Грузии это очень большая и частая история. Вот там вот, посмотрите, уже портится погода. Мы сегодня ехали целый день абсолютно. И, конечно, усталость накопилась. И вот эта настоящая вишенка на торте. Вот это и есть настоящий вот этот вот кайф, который может быть. Ребята, это просто потрясающе. Ну, запашок тут, я вам должен сказать, тухлых яичек. Это присосно. Смай. Редактор субтитров А.Семкин Невероятные виды, атмосфера. Все это находится в прекраснейшем городе Батуми, в который мы сегодня приехали с ребятами в формате тура. Все в эндуро. Ребята, такого города я еще не встречал. Давайте-ка все вместе сейчас скажем. Какой-то город? Батуми! Батуми! Крайней точкой нашего путешествия должен был быть город Батуми. Когда мы туда приехали, для меня это стало настоящим открытием и неожиданностью. Город какой-то просто невероятной красоты и очень необычная атмосфера. Дело в том, что в нем как бы совмещается и вот этот вот хай-тек, огромные небоскребы, какие-то футуристические постройки, какие-то вот суперпродуманные улицы и в то же время вот эта атмосфера Грузии. В современном мире мы живем довольно быстро и не у всех есть время тратить его просто так. И вот знаете что? Вот в этом туре мы прожили целую маленькую жизнь в нем. От начала и до конца. Каждый час у нас что-то случалось, что-то приключалось, что-то мы видели, от чего-то переживали. И вот сейчас мы приехали фактически к конечной точке нашего тура. Нам еще предстоит переезд из Батуми в Кутаиси. Можно подвести промежуточные итоги. Вот там сейчас море и оно прекрасно, ребята. На пляже абсолютно никого нет. Город как будто принадлежит полностью тебе. И вот это ощущение, что ты буквально там сутки назад жил в семье Мегрелов и ел на их домашней кухне, видел, как их дети растут. И потом ты спустился буквально через сутки и оказался здесь. Вот это очень круто. Тур получился очень насыщенным. Те эмоции, которые мы переживали здесь, они просто невероятные и бесконечные. Подобные туры они догоняют со временем. Через какое-то время ты начинаешь вспоминать его, что с тобой произошло, и офигевать от этого. Вот это и ценно на самом деле. Это и есть та самая начинка и вишенка на торте или кожа на курице, которую ты обычно оставляешь на потом. Друзья, это не конец нашего большого софт-эндуро путешествия по Грузии. Будет и третья, и четвертая часть. Дело в том, что наши 13-дневные трип по Грузии мы разбили на две части для нас. Первая группа и вторая. Обе эти группы двигались абсолютно по разным диагоналям, что касается грузинских регионов. И мы нарочно сделали так, что одна группа посмотрела одно, а вторая другое. Вот сейчас вы стали свидетелями трипа первой группы. Скоро на канале Все в эндуро выйдет третья, четвертая часть, где будут представлены еще дополнительные уникальные места, которые вы можете посетить в прекрасной Грузии. Спасибо большое, что смотрите и досмотрели до конца. Всем хорошего настроения. Все в эндуро. Спасибо. 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 Продолжение следует...